всем привет сегодня у нас с вами будет очень интересная тема как выбрать кондитеру аэрограф и причины по которым может не идти краска а также решение устранения этих проблем я занимаюсь аэрографией больше 10 лет художник а также художник-кондитер поэтому на эту тему могу рассказать чуть больше у меня есть два таких аэрографа миол 80 899 и миол 80 897 своей работе я использую вот такой вот миоловский компрессор ему уже больше десяти лет поюзанный немного но работает он у меня отлично в нем есть ресивер манометр для регулировки давления в общем стоит он у меня всегда на полу никогда на стол я его не ставлю присоединяется к нему вот такой вот шланг второй конец шланга мы присоединяем к нашему аэрографу сразу хочу развеять миф что не бывает кондитерских специальных аэрографов все аэрографы предназначены для распыления краски какая то будет краска не имеет значение единственное что имеет значение это то чем мы будем эту краску разбавлять я вам уже показала что у меня есть два аэрографа в кондитерском деле я использую именно вот этот номер 800 897 почему здесь чашка она летая она не снимается так как в этом аэрографе какая между ними разница вот так вот иногда бывает когда отпадает чашка с краской у вас прямо на торт есть болт для регулировки давления у нас есть педаль есть у нас коронка она съемная я часто и коронку эту не использую я ее снимаю вот есть также крышка на верхний бочок лучше конечно крышку закрыть чтобы краска не выплеснулась на ваш торт на вашу работу как мы разбираем наш аэрограф отсоединяем сначала шланг аэрограф у нас разбирается откручиваем ручку есть у нас игла иглу аккуратно достаем смотрим внимательно чтобы кончик нашей иглы не погнулся если он погнется вам нужно покупать новый ремкомплект ну или в конце видео вам расскажу как можно будет отремонтировать немного продлить жизнь этой иглы самое важное девчонки когда вы разбираете аэрограф придерживайте вот эту педальку чтобы она не выпала если вы не умеете собрать аэрограф обратно как автомат калашникова то уйдет на это очень много часов а теперь хотелось бы с вами поговорить о том какие я использую красители своей работе я специализируюсь в основном на аэрографии по мастичным тортам и поэтому хочу сказать сразу мы используем для растворения наших красителей только водку почему водка потому что водка быстрее испаряется чем вода как мы знаем под водой наша мастика то если мы делаем длительную работу аэрографом может случиться такое что капли воды растворят вашу мастику на торте нам это не надо поэтому мы используем для растворения только водку всегда у меня в работе есть стакан с горячей водой стакан с горячей водой для того чтобы промывать аэрограф есть у меня также пустой стаканчик расскажу для чего пользуюсь я или гелевыми красителями но если у меня есть сухие лучше использовать сухие почему я против гелевых потому что гелевые при растворении имеют очень вязкую консистенцию если вы неправильно растворите краска ваша будет густая аэрограф не будет распылять эту краску также я люблю пользоваться вот такими простыми сухими красителями насыпаем и краситель сколько нам необходимо в стакан наливаем водки в этом красителе содержится сахар поэтому мы или ждем когда сахар растворится но если у нас нет времени для того чтобы дождаться этого момента мы наливаем краску а сахар если он остается на дне нас в стаканчике мы его в аэрограф не высыпаем только наливаем краситель самый мой любимый розовый вишня включаем наш компрессор начинаем распылять краску распыляем краску равномерно вводим аэрограф не стоим на одном месте если вы будете распылять на одном месте будут собираться капли жидкости поэтому лучше вернуться обратно потом если остался в чашке краситель я выливаю его обратно в стакан с красителем так мы промываем наш аэрограф беру стакан с горячей водой сначала промываем в чашки и выливаю в пустой стакан снова набираю горячей воды и распыляю до тех пор пока не пойдет чистая вода если вы видите что вода чистая значит ваш аэрограф уже промыт а теперь я расскажу вам что делать если вдруг вы включаете аэрограф в надежде что вы сейчас быстренько задуете ваш торт и ляжете спать у вас не идет из сопла воздух и вы понимаете что вам тут еще дел на полночи мы берем и наливаем стакан кипяток включаем компрессор окунаем сопла в этот стакан в миску нажимаем педаль и держим до тех пор пока не пойдет воздух если пошел воздух а распыла до сих пор нет значит у вас залипло чашки вы наливаете кипяток в чашку если у вас остался краситель даже налив чистую воду она у вас подкрасится еще один вариант если все вот эти процедуры вам не помогли что вы делаете вы откручиваете носик может случиться так что краска засохла в носике у меня на этот случай всегда есть игла обычная иголка тонкая которая проходит и вы прочищаете вы прочищаете носик вот здесь есть дырочка вы кончик иглы засовываете вот в эту дырочку прочищайте эту краску вода водка не растворяет то тоже не будет подачи краски так прочистили прочистили снова собираете и проверяете если вдруг так случилось что вы уронили свой аэрограф и у вас погнулась игла что вы берете вы достаете иглу кстати иглу периодически обязательно вытираем можно даже очень самая-самая мелкая наждачка ее потереть игла должна быть всегда ровной и чистой если у вас погнулся кончик иглы вы берете два стеклышка зажимаете снизу и сверху кладете иглу между этими двумя стеклышками прижимаете и начинаете прокручивать туда обратно до тех пор пока кончик углы ваш не поравняется потом вы снова собираете аэрограф и это может вам помочь если видео вам было полезным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и творческих вам успехов всем пока